Его предлагали переместить в разные места, и на Каштагское кольцо, в район бывшей диспетчерской, и даже на восточные ворота краевого центра. И, похоже, Читинский автовокзал наконец-то обретет постоянное место, и при этом останется в привычной доступности для пассажиров. Где уже в скором времени можно будет сесть в автобус дальнего следования, узнавала Любовь Хорошего. Нынешнее местоположение автовокзала немного выигрывает по сравнению с тем асфальтовым пятачком, на котором и люди, и автобус ютились долгие годы. Здесь дополнительные места для сидения и навес, на виду удобное расписание движения автобусов. Тем не менее, никаким человеческим и техническим требованиям этот автовокзал так и не отвечает. Я после больницы, сейчас вот дождь пойдет, куда я буду прятаться, где? Не устраивает, конечно, это все. Народу много, а где? Вот солнышко, вон, какое яркое. Дети, вон, без зончиков, без всего. Единственный плюс – рядом поезда и городской общественный транспорт. Право оставаться в этом комплексе Ассоциация автоперевозчиков отстаивает не первый год. С не меньшей активностью, добиваясь от городских и краевых властей, решение проблемы размещения пассажиров междугородних автобусов. Многочисленные совещания так ни к чему и не привели. Реальный результат дали лишь недавние переговоры с дирекцией железнодорожных вокзалов. Автовокзал, хоть и по договору аренды, обретет, наконец, крышу над головой. Для этого со стороны дирекции и железнодорожного вокзала созданы условия, то есть помещение выделено под автокассы. Значит, помещение для пассажиров, которое находится внутри вокзала. Помещение достаточно уютное. В любое время года пассажиры будут у нас обеспечены. Значит, рядом находится кафе. Безопасность на данном объекте будет гарантирована. Второе переселение автовокзала планируется завершить до конца этого года. Документы о передаче объекта в аренду уже направлены в Москву для согласования. Сейчас в восточной части здания вокзала, где раньше располагались комнаты отдыха, идут ремонтные работы, сразу по окончании которых это помещение получит новый статус. Общая площадь будущего автовокзала около 85 квадратов. Арендная плата плюс оплата коммунальных услуг примерно 90 тысяч рублей в месяц. Но руководство Четинского автовокзала к этому шагу готово. Пассажиры будут иметь возможность воспользоваться залом ожидания железнодорожного вокзала, также всеми сервисами, услугами, которые предоставляет железнодорожный вокзал. Конечно, это большое преимущество. Почему мы согласились на такие расходы? Чтобы предоставить нашему пассажиру условия, достойные ожидания автобусов. Нормальные условия требуются и для самих автобусов. Другими словами, необходимо обеспечить подъезды пассажирского транспорта к местам высадки и посадки пассажиров. Четинский автовокзал охватывает сегодня свыше 50 междугородних маршрутов, ежемесячно обслуживая до 3000 пассажиров летом и около 700 зимой. Считаю, что автовокзал должен быть обязательно на привокзальной площади, но для этого нужно, естественно, изменить организацию дорожного движения на привокзальной площади. Такую схему мы разработали совместно с ГИБДД, согласовали с одним из самых мэра городского округа города Чита. Еще в 2012 году предложили им эту схему реализовать, новую схему организации дорожного движения на привокзальной площади. К сожалению, до сих пор эта схема не реализована, хотя средства в городской округ в качестве субсидий на дорожную деятельность нами выделяются. Согласно новой транспортной схеме, нижний проезд, прилегающий непосредственно к вокзалу, будет предназначен только для общественного транспорта. Въезд на личных автомобилях предлагается запретить. Тем самым на привокзальной площади будет создан тот самый единый транспортно-пассажирский узел, о котором так много говорили, но так мало для этого делали. Пользоваться им, несомненно, будет удобно всем. Любовь хорошего, Дмитрий Денисов, Сергей Мозор, Вести Чита.